у меня тут целый мешок грецких орехов я никогда не мыла орехи вообще никогда не мыла ела их немытыми спокойно не переживала ни за что а тут как-то посмотрела видео даже не видео и видео смотрела о том что насколько они грязные могут быть и потом посмотрела заикаю всем расскажу ой на вал бересе посмотрела опять же отзывы на один набор орехов я как-то его брала один раз 700 рублей килограмм там было сорти фундук грецкий миндаль кишью вот я его съела полностью не мытой а тут стала хотела заказать снова стала смотреть в отзывах и в отзывах люди прям показывали грязь вот эту с орехов когда они ем они их мыли и прям вода когда грязная лилась еще там не стало так некомфортно не стало так не по себе я поняла что они настолько реально грязные и вот лежит уже неделю вот этот мешок я хочу их помыть подсушить и только тогда есть мне реально не лезет вообще не лезть хотя я очень люблю орехи я очень хочу вот сейчас даже сунуть в рот орешенку но нет все-таки вы моим все-таки вы моим высушим и будем есть нормальные чистые интересно в подарочном наборе орехи мы ты кто них там помыл тоже к смешно все меня выселили это мое место я всегда здесь днем сплю ребенок пришел из школы сказал у меня болит голова и все и занял мое место россия ты почему сразу из кадра убегаешь когда начинаю снимать она ведь пришла сразу села у него над головой не болеть слышишь не сметь болеть не сметь болеть смотри у тебя выпить кофе будешь кофе нет не будешь кофе ты такой не пьешь сделай так чтобы он не заболел а то опять у нас в прошлом году было сначала его срубил а потом меня нет я все я поболела свое хватит у меня осталось только кофе вот что мне осталось эльберт кашель мне осталось кашель для лечить его и лечить это не надо он аллергический дурацкий замучил меня сухой кашель не туда и не сюда ночью просыпаюсь от того что начинаю кашлять безудержно вообще два раза сегодня просыпалась 12 ночи первый раз второй раз около трех второй раз я быстрее успокоилась перестала кашлять первый раз вообще кора новый год никаких болячек новый год надо наслаждаться праздником правильно говорю правильно снегу навалила у меня вчера мы почистили с альбертом участок у меня немножко завалило его сантиметров на 10 я сегодня вышла домой когда пошла смотрю девчонки там чистят вообще загребаются просто силами терпения вон там он белая машина стоит вся завалена в снегу даже не выходили не чистили и кто не тут тоже тут пьет лакает кстати проклюнулся совсем хорошо проклювается он там уже видно что скорость росточек выйдет у двое у двух желудей так что у нас будут свои дубы собаки на мужчина гуляет собак собакен радуется снегу я помню у меня была овчарка в подростковом возрасте и она в этом снегу ворочается вошка я вместе с ней и пофиг что мне было там 15 лет уже придем домой в снегу все штаны в комках снежных болоневых не было это получается девяностые годы начало девяностых 95 наверно где-то ну куда ты лезешь ой близко близко куда ты лезешь нас тут витаминчики на подоконнике я с собакой со своей столько сугробов облазила на сахалине классно собаку иметь в доме классно это такой друг который не придаст вообще вот он ведь смотрите он взрылся по самые уши в этот сугроб скачет мужчина идет по хозяин по тропинке а этот по сугробам ползет и пофиг что он взрослый пес вообще вот она детская непосредственность у животных которая не свойственна людям так приятно за ним наблюдать прикольно песка когда-нибудь тоже у меня будет собак но вот тут по самые уши проваливается в сугробы и кайфует я тебя пришла ко мне тут пришла ко мне пришла ко мне такая девочка любимая моя полосатая бобер бобер кто елку грызет смотрите что у нас происходит в зале рухнули О, перохнули. Ты чё? Девчонки. Да нет, всё нормально. О, перохнули с дивана. Ну, вы даете. Вот сейчас всё, что угодно, лишь бы Альберт не заболел перед Новым Годом. Я отвела утренник, я так расслабилась. Вообще, я сегодня уже, вот сейчас уже настолько хорошо себя чувствую. И мне, знаете, что хочется? Мне очень хочется открыть одну из картин, которую мне подарили мальчики. Ну, как они подарили? Они ещё пока поставили под ёлки. Я поставила, да? Они их уже принесли, я поставила под ёлки. Под ёлки. Под ёлку. И мне так уже хочется открыть одну из картин, вот любую. Хоть от Альберта, хоть от Артёма. Неважно, я хотела обе, и всё равно я как бы нарисую обе. И начать. Вот прямо взять кисточку, открыть краски и начать рисовать. Вообще. Я настолько себя хорошо чувствую после этого утренька, как будто бы, знаете, камень в душе. Ну, вообще. Всё. Два дня и целых... Сколько дней? Неделя получается. И понедельник. 30-е, 31-е. 1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е, 8-е. 9-е. 11 дней. Ребят, 11 дней отдыхать. Я вчера шла и говорила о том, как хорошо, что всё-таки вот придумали вот эти новогодние праздники, потому что вот этот конец года, середина зимы, она как раз нужна вот для того, чтобы дать взрослым людям отдохнуть. Отдохнуть, переключиться с одного на другое и прийти немножко в себя, потому что особенно педагогам, учителям, я понимаю учителей, каково это начать с сентября по тегабри, работать, работать, работать. Особенно, когда проверка за проверкой, как это было у нас. Вот эти 4 месяца были сложные, реально были сложные. Ну ничего, мы выдержали, мы это сделали. У Альберта с учёбой, конечно, небольшой завал. Я вчера разговаривала с классным руководителем. Поговорила так. Но Альберт хотя бы сегодня сказал о том, что учителя, учитель по истории, с которой я была не согласна, она хотя бы сегодня обратила на него внимание. Вот, посадила его ближе к себе и задавала вопросы, понимает он или нет то, о чём она говорит, и то, что нужно выполнять. Вот так вот. Главное, чтобы он сейчас не заболел. Перед Новым годом вот нисколько не хочется, чтобы он начал болеть. Я иду на тренировки. У меня сегодня две взрослые, две табаты. Буду отрабатывать за понедельник. Понедельник пропустила, вся и страдалась. У меня во вторник было ощущение, что я должна идти на тренировку. Я прям вот всем организмом собиралась. Мне говорят, Настя, иди на попе ровно, не дёргайся, дай ты организму отдохнуть. А я не могу, мне нужна была тренировка. Я кое-как себя уговорила во вторник сидеть спокойно и лечь рано спать. Но я уже говорила о том, что я хотя бы отдохнула за два дня. Я отоспалась и отдохнула. Сейчас попробую. Блин, забыла селфи-палку. Не селфи-палку, штатив. В общем, я хотела взять селфи-палку. Заснять, так скажем, мотивационный кусочек видео вам. Ну и тем, кто, в принципе, наблюдает даже за моими тренировками. Я их редко выкладываю здесь, в YouTube. В ВКонтакте в основном у меня все видео тренировочные. Ну ладно, если что, поставлю возле кирпичика. Поснимаю как-нибудь настрою. Перед Новым годом мотивационный ролик тренировочный. Снегу, видите, навалило. Вроде бы как пытаются чистить, но что-то плохо получается это у наших организаций, которые этим занимаются. Не знаю, сколько у меня сегодня народу будет. Один, два, три. Ну кто-нибудь все равно придет. Я в чат скинула, что девочки сегодня тренировки по расписанию. Там несколько человек отписались. О, здорово, класс, все. Так что отрабатываю сегодня за понедельник. И мучаю народ. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok И ребенок захотел киндер Добавил субтитры DimaTorzok 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 Два года шагать буду Я, кстати, своего возраста вообще не стесняюсь Ни капельки И меня когда спрашивают, сколько вам лет, я говорю, 43 Нормально Удивилась, конечно, удивляюсь сама себе, когда я перепрыгнула вот эту планку 40 Я не поняла, когда это случилось Как-то неожиданно И неожиданно вдруг стало 43 Но когда спрашивают, я отвечаю вообще даже Для меня это нормально А другие вот там у женщины о возрасте не спрашивают Фигня это все Смотрите, все машины закупаны Все в снегу, все гробище Вон там на восьмом этаже тоже на балконе Да, каждый год это Они вешают всегда там Может быть, они ее и не убирают Она у них круглогодично висит Но Новый год включают Но смотри, какая она у них длинная Да внутри, конечно Она у них очень длинная Этот балкон угловой Он так в длину получается, 4 метра И на вторую сторону 4 метра Ну, может быть, две и разные Парковка вся завалена Обогнал меня Хорошо на улице Сегодня хорошо У меня так охота посмотреть, что там Не сейчас? Ну, открой Мужики грязные Ну, ладно Смотрите, мне что клиентка подарила Открыточку волшебного Нового года В незнакомом месте хорошо зарабатывать деньги В знакомом месте хорошо встречать Новый год Вот китайская пословица Так интересно Подарила, говорит Держи С наступающим Новым годом Тоже приятненько Внимание Так Как это называется? Распаковка чек? Как вы сказали? Такие прикольные эти чашечки Пополам прямо Ну, типа просто пламается Нет, и аккуратненько Ой Ой, поломал Ладно Ой, собирать надо Какая-то большая Это что такое? На что это похоже? На что это похоже? Какая-то ступа? Давайте Мишка Мишка? В чем? В ступе? Да Интересно, а что он должен делать? Выпрыгивать, что ли? Ну-ка, давай По инструкции Или он просто стоит на ней? Нет, он внутри Ты же видишь Ты же видишь, что он внутри? Ага Это просто карандашик Который можно рисовать Вон, внизу Ты зачем запрыгнула сюда? Одна запрыгнула Другая орёт Ты чего орёшь? Это карандашик Который Ты его не закрепил Ты его закрепил лучше И рисовать им Короче говоря Короче говоря Очередная офиговинка До конца его закрепил Не будет попка слепнется Вкусно А, это типа волчок, что ли, получается, да? Я думала, карандашик Я думала, карандашик Тише, это кто? Лада Хорош издеваться над кошкой Алиса Отстань